Привет, друзья! Друзья, мы находимся на мобильном конгрессе в Барселоне. И на этом конгрессе мы встретили огромное количество решений для умного дома. Огромное количество компаний представляет как комплексные решения со своими хабами, большим количеством датчиков, так и решения для программистов, для разработчиков. Это некие новые протоколы, некие стандарты связи устройств, беспроводные стандарты, естественно. Сейчас мы находимся на стенде польской компании Fibara. Это довольно известная компания, которая производит набор решений для умного дома. Здесь, на этом стенде, мы можем ознакомиться со всеми их датчиками. В качестве хаба выступают два таких устройства. Это решение портативное для самого простого домашнего использования, которое подключается к Wi-Fi, имеет небольшой размер. И к этому устройству подключаются уже все беспроводные датчики от Fibara. Есть также такой хаб, он довольно-таки уже громоздкий, из металлического корпуса, весит килограмма-полтора. Но преимущество его в том, что к нему могут подключаться датчики других производителей. То есть он соединяет в себе все беспроводные стандарты, которые сейчас наступны. Это Z-Wave, Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi и так далее. Это решение очень дорогое. Стоимость его порядка 30 тысяч рублей в России. Что касательно датчиков, естественно, у них есть как обычные датчики, такие как датчик открытия-закрытия двери, окон, умные розетки, различные реле, которые позволяют включать и выключать нагрузку, а также просматривать энергопотребление. Очень интересный датчик движения, который имеет такой вот футуристичный дизайн, маленький размер и ставится на пол в любое место квартиры. Очень интересные показались там два датчика. Они имеют одинаковый внешний вид. Это датчик дыма и датчик CO2, то есть у кислого газа. Датчик беспроводной, имеет встроенную батарейку, сверху кнопка. И здесь есть такие отверстия, которые и позволяют анализировать воздух. Датчик дыма может определять задымление в доме или в квартире. Задымление различного характера. Это может быть некое возгорание, может быть протечка дыма какого-то. Также может быть искусство куриц в доме тоже введет соответствующее напоминание, которое, естественно, уходит на хаб, а хаб уже передает на смартфон некое уведомление. Дальше можно настроить различные сценарии использования этого дома. Также датчик углекислого газа, который выглядит точно так же, который определяет уровень углекислого газа в помещении. Программное обеспечение FIBAR позволяет подключаться к операционным системам Android, iOS, а также, что интересно, может работать Apple Watch. На Apple Watch имеет соответствующее приложение, которое позволяет управлять тёмным домом. Помимо этого, есть ещё очень интересное решение. Это такой беспроводной домофон, который имеет в себе встроенную камеру, микрофон и человек может видеть, кто пришёл к вам домой и, соответственно, открыть или закрыть дверь. Производитель заявляет, что данные датчики работают по технологии Z-Wave и могут подключаться к другим платформам, которые могут агрегировать в себе разные стандарты беспроводной связи. В целом, данный комплекс решений показался очень интересным. Имеется большое количество датчиков, все они выглядят презентабельно. Производитель заявляет, что цена у датчиков у каждого датчика в районе 50 евро. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова